МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние годы в Московской области бесплатную диспансеризацию прошли 668,5 тысяч человек. Из них практически здоровыми признаны 247,8 тысяч. Меньше половины. Сердце и сосуды, онкология. Всего 98 тысяч различных заболеваний. Болеют в Подмосковье. А телевизор включают и выздоравливают. Новости показывают такие, от которых и хочется жить, и работать хочется. Государственная финансовая прокуратура Франции наложила арест на недвижимость бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его жены сообщает Генеральная прокуратура России. Квартира с мебелью и предметами искусства в Париже. Вилла в Сент-Тропе и отели в Куршавеле. По предварительной оценке стоимость имущества составляет 120 миллионов евро. Приятно как. Болей Кузнецов. Ему и правда не по себе. Один в тюремной палате. Есть информация, что Кузнецов, креатура тогда еще министра финансов Российской Федерации Алексея Кудрина, который еще в 2000 году через Владимира Путина рекомендовал Кузнецова губернатору Борису Громову. Но об этом по телевизору не вспоминаю. Подмосковных гипертоников нужно беречь. Не надо им сопоставлять и считать не надо. Миллионы евро в чужих карманах. Мой гость, математик, экономист или зритель по совместительству Георгий Кленер. Здравствуйте, Георгий Борисович. Приветствую вас. Георгий Борисович, математика царит всех наук. С помощью математики можно объяснить любое действие, которое происходит в нашем мире. Почему же с точки зрения математики у нас не предугадывают, скажем, кризис? Просчитать же можно. Математика царится в своем царстве. А что это за царство? Это царство вовсе не реальный мир. Это царство математики. Там есть свои царицы и свои подданные. Мир этот чрезвычайно сложен. Не менее сложен, может быть, чем мир реальности. До корней этого мира не могли докопаться древнегреческие математики. И еще более ранние шумерские, и наши, и средневековые математики, и те математики, которые, некоторых из которых я знал, и которые работали в 60-е, 80-е годы и так далее. Мир математики довольно замкнут. Заблуждение состоит в том, что с помощью этого мира, вот как вы сказали, можно объяснить реальный мир. В реальном мире есть многое, что и не снилось школьной мудрости, как говорил. Ну, предсказать же тоже можно. Есть же законы свои математические. С точки зрения математических законов, вот мы смотрим, дважды два, четыре, значит, точно там, не знаю, в следующем году будет кризис. Дважды два, четыре. К вам пришло два гостя, потом еще два гостя. Причем один из этих гостей ребенок, а другой гость, человек огромного роста, формата. Сколько у вас людей? Четыре. Ну, конечно, четыре, но они совершенно разные. И каждый из них играет свою роль. Математика может это учесть, если вы, кроме дважды два, рассмотрите еще какие-то показатели, вложите эту картину в то, для чего вы это делаете, для чего пришли эти гости. Вы будете с ними разговаривать или пить водку или еще что-то. Вам придется оснастить это дважды два огромным количеством дополнительной информации. Вот то, что сейчас говорят о цифровой экономике, тема уже стала супермодной. Что это такое? Это не просто сектор, производящий информационно-компьютерные технологии, связь, гаджеты и так далее. Но, возможно, это станет новым состоянием всей экономики. Что это значит? Что такое цифровая экономика? Это попытка того же самого приложить математику к реальному миру, когда объекты реального мира заменяются их моделями. Ну, в простейшем случае, вот мы заменили четырех ваших гостей цифрой четыре. Хорошо это или плохо? Ну, скорее всего, что эта цифра ничего не скажет о гостях. А вот когда вы начинаете подробности, тогда скажут. Так и тут. Реальному миру должно быть сопоставлено огромное количество математических, ну, они называются цифровыми или компьютерными моделей. И осуществлять управление реальным миром через эти модели. Адекватные они вы получите, значит, сможете подготовиться к приходу ваших гостей, приготовите им блюда, которые их удовлетворят, и вы как хозяин будете на высоте. Неадекватные эти модели, вы просто посчитаете, что четыре человека и закажете обед на любых четырех, ничего не получится. Я, так сказать, противник спекулятивных движений. Мы очень хорошо знаем такие термины, как модернизация, импортозамещение, национальные проекты и много других. У меня экономисты Паткина, вот объявят модернизацию, мы с криком «модернизация» побежим. А что такое модернизация вообще? Что такое модернизация? Вот тоже интересный вопрос. Это не просто развитие, не просто совершенствование чего-то. Модернизация, по самому смыслу слова, это приведение к современному уровню, модерн. Вот если у нас микрофон в вашей студии устарелый и не отвечает требованиям, и, второе важное условие, и если есть в других студиях микрофоны более совершенные... Он может отвечать требованиям, но просто он, допустим, 20 века, он старенький. Требования возраста к микрофонам не применяют, применяют требования функциональности, как он записывает, воспроизводит и так далее. Так вот, модернизация – это приведение к современному состоянию. К современному, не просто развитию чего-то, а приведение к тому, что уже есть, но не у вас, а где-то там. И вот надо модернизировать. А зачем, Георгий Борисович? У нас есть, допустим, там, не знаю, нефть, да? Да. Мы ее качали, качаем и будем качать. Схема налажена, люди обучены. Но будем мы качать немножко больше с точки зрения модернизации. Зачем все это модернизировать? Это так называемое ресурсное проклятие. Почему его проклинают? Что плохого в ресурсах? Что плохого в нефти? Слава Богу, что Бог нас одарил. Дело в том, что вот люди, рассуждающие примерно по той схеме, которую вы нарисовали, они считают, есть нефть, ну и ладно, все остальное купим. Для того, чтобы страна развивалась, необходимо, чтобы развивались все ее компоненты. Потому что страна, вот мы говорим, на игле сидит. Игла – неподходящий образ для страны. Можно уподобить ресурс там, игле, на которой мы сидим, как на наркотике. Но игла и страна совершенно разные. Страну можно уподобить там площади, полю, лугу, лесу. Трубе. Почему? Чему угодно. Трубе не получится. Труба имеет одну координату, ну максимум две. Длину и толщину трубы. Сколько координат имеет страна? Неисчисливое множество. Ну а как лугу-то ее уподобить? Это что за страна такая? А вот это та страна, которой хотелось бы жить, чтобы на этом лугу были бы дома. В этих домах сидели бы люди, занимающиеся интеллектуальным трудом. Художники, писатели, ученые. Рядом с этими домами располагались бы предприятия, на которых бы производилось то, что нужно, чтобы эти дома функционировали. И так далее, и так далее. Вот это страна. Так и трубу тогда можно разрисовать, там какие-то отростки, там всякие разные, понастроить? Не удается понастроить. Вот была надежда, что те деньги, которые придут от трубы, достанутся и всем остальным секторам народного хозяйства. И ученым, и художникам, и слесарям, и так далее. Вот не получается этого. А наоборот, вне трубный мир, или околотрубный мир, начинает задыхаться. И мы сейчас видим, как задыхается образование, как уже полузадохлась наука. Нет связи. Наше руководство, это не руководство трубы. Это даже не руководство образования, которое мне нравится. Это руководство всей страны. Задача стоит в том, чтобы вся страна, вся территория, а у нас, слава богу, самая большая в мире территория, чтобы вся территория поднималась вместе. Это так же, как в бою, необходимо, чтобы арьергард не очень сильно отставал, иначе она распадается. Это общесистемный закон. Система живет тогда, когда она внутренне связана, консолидирована и продвигается вперед всеми своими частями. Ну, с разной скоростью, конечно. Если этот закон не иметьте в голове, если пренебречь им, то система начинает разрываться. И эти разрывы чувствуются и в нашем обществе. Поэтому, мне кажется, что одна из основных задач – это консолидация общества в пространстве. То есть, от юга до севера, от востока до запада. От крестьянина до, не знаю, олигарха. Раньше говорили ученого, теперь уже трудно их, так сказать, противопоставить друг другу. Придется говорить до олигарха. Вот все они должны двигаться вперед. А на основании чего мы будем консолидироваться-то? На основании того, что мы сами вырабатываем. Я предлагаю, вы спорите. Давайте выработаем, Георгий Борисович. Вот мы с вами сели, давайте выработаем. На основании чего мы будем консолидироваться? Крестьянец-олигархам. У каждой страны есть в мире своя миссия. Ее пытаются сформулировать еще как национальную идею. Я бы предпочел заимствованное из стратегического управления понятие «миссия». Которое сводится к тому, чтобы определить предназначение страны и двигаться, исполняя это предназначение. Но мы же не ментальные общности какие-то ищем, правда? Просто миссия нашей страны, мы веками, наша миссия была, я не знаю, противостояние Западу. Всегда. Они такие, мы сякие. У нас, собственно, путь развития. Наше противостояние, оно было всегда. И поглощение западного зла, которое там уже Европа покорила, к нам пришла, мы зубы им обломали, они опять ушли Европу покорять. Я образно. Знаете, можно, конечно, и так сказать, но, по-моему, это не совсем полное представление действительности. Я что-то слышал о противостоянии Востоку, противостоянии Татарской Орде и так далее. Вы, наверное, тоже слыхали. Да, было немножко. Россия всегда противостояла своим соседям. И любая другая страна в то время противостояла им так же. И Россия склонялась то к дружбе с Ордой, то с враждебными отношениями, то с битвой на Чудском озере, то, значит, дружбе с Западом и так далее. Это жизнь, как говорится, это наша Родина, сынок, и ничего тут не поделаешь. Но важно при этом, у тебя всегда будут соседи с Востока, у тебя всегда будут соседи с Запада. Как ты не бейся. Важно при этом понимать твой собственный путь. Не просто как отклик на санкции, на дружбу, на шелковый путь или на что-нибудь подобное. Не просто отклик, не просто реакция, а движение вперед страны. К чему? К чему? К чему, Георгий Борисович? Вы хотите, чтобы я вам высказал прямо национальную идею? Ну, мы же с вами договорились. Мы сели с вами, сейчас все решим. Да. Национальная идея у нас существует в стране? У нас существует национальная идея о том, что у нас не должно быть никакой национальной идеи. Экономическая составляющая нашей страны, собственная, своя, свой собственный экономический путь развития существует? Несомненно, существует. Ну-ка, интересно. Из моей теории о том, что ничто не рождается просто так, а все занимает какую-то определенную клеточку в мировом пространстве, Россия удивительная страна. То, до чего Запад додумывался или Восток додумывался через много лет, в России уже было. Вообще, у меня, так сказать, такая концепция нашей страны, как всемирной выставки. Экспо. Экспо Россия. Значит, там содержатся и элементы уклада каких-то вещей, артефактов, которые давным-давно уже вышли из употребления, как тот самый микрофон, о котором мы гипотетически говорили вначале. А если вы захотите найти некую вещь, которая вообще даже трудно сказать, дайте клич, она, оказывается, есть. Вот и прошлое есть, и настоящее есть. И вы найдете самые современные образцы техники, достижения в России. Они есть. И самое интересное, что есть и образцы будущего. Но кроме чувства внутренней гордости, что нам это дает-то? Да, мы живем в великой стране, духовной, прекрасной, умной, талантливой, замечательной. И это дает нам направление, в котором мы должны развиваться. Мы можем развивать исключительно сельское хозяйство, мы можем развивать исключительно добычу углеводородов или еще что-то. Чем мы, собственно, и занимаемся. Чем мы и занимаемся. А в этом наш потенциал? Не в этом, согласен с вами. А значит, наша первейшая обязанность страны, человека, сообщества небольшого, развивать свой потенциал. Во-первых, его понять, а если мы, во-первых, познаем, и во-вторых, понимаем, куда идти с этим потенциалом, нужен ли он нам. Ответ положительный. Мы с вами нарисовали прекрасную картину будущего России. Включаешь телевизор, там даже малой толики того, о чем мы с вами говорили, нет. Там секс, наркотики, рок-н-ролл. Путин, Медведев. Да. Сирия, Украина. И мы там миссию не найдем при всем своем желании. И формулу счастья не нарисуем. Это вот и есть проклятие, если хотите, нашего времени. Когда я говорю о ресурсном проклятии, это в калычках, это метафора. А когда я говорю о телевизионном проклятии, то это не метафора, это реальность. Потому что постижение собственной миссии и постижение пути, который она освещает тебе, это фонарик, который указывает тебе, куда надо идти. Когда вы понимаете, какой талант в вас заложен, или несколько талантов, приходится вот так вот, по разным рельсам. Вот когда вы это понимаете, когда это понимает страна, вот так оттуда идет консолидация. Вовсе не в силовых действиях и запретах, и в попытке всех направить по одному узкому пути. Нет такого направления, по которому мы бы не пошли с криками, не свернувшись потом, не то что обратно, а просто развернувшись назад. Хоть строительство социализма, хоть строительство капитализма. В России есть некоторое количество людей, которые называются интеллигенцией. Вот интеллигенция должна удерживать страну от метания влево, вправо, ударение о бордюры, о заградительные черты и от поворотов назад с криком. Насчет интеллигенции, извините, что перебил, мне посчастливило в свое время с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым общаться. Я к нему обратился, я говорю, Дмитрий Сергеевич, с точки зрения интеллигента, он говорит, батенька, бог с вами, какой же я интеллигент? У меня профессия есть, к слову об интеллигенции. Это, Антон, извините, именно к слову интеллигенции, не к понятию интеллигенции, а к слову интеллигенции, который Лихачев представил такую интерпретацию этого слова, а вы имели в виду другую. Ну, почему бы не поиграть словами? Хорошее дело для интеллигенции. Можно вопрос к математику? Давайте. Россия, великая, могучая, необъятная. Есть какая-то математическая формула, которая простая? А плюс Б равняется России. Вот первый член этой формулы А. Неважно, там, плюс Б, умножить на Б, интеграл взять, А. Что такое А? Ладно, здесь много составляющих очень. Формула счастья существует? Такая же простая? Счастье для каждого человека, несомненно, носит общественный характер. А счастье для страны? А счастье для страны заключено в понятии страны. Понимаете, страна, конечно, она член сообщества других стран. Может ли жить страна без контактов с окружающим миром? Ну, конечно, нет. Ну, что, как это? Что за автарки? Что вы выдумали? Другой вопрос. А планета? Может жить без контактов с другими планетами? Ну, планета, конечно. А в чем разница? Только в том, что в планете несколько стран. Много. Так что вопрос о том, что такое счастье для страны. Вот я отвечу так. Счастье – это познать свою миссию и ее реализовывать. Вот тогда вы чувствуете себя на месте, тогда вас и столкнуть с этого места очень трудно. Это относится и к человеку, и к стране. Тогда ваш вес увеличивается во много раз. Но если этого нет, то тогда вы пушинка, которую можно стронуть дуновением. Будем надеяться, что мы все-таки не пушинки. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за разговор. Приходите к нам еще. Благодарю. У меня в гостях был Георгий Кленер. В следующую пятницу мой гость – телезритель и историк Вардан Багдасарян. Поговорим обо всем. Это был Телесоскоп и Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин